Здравствуйте! В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. 1 августа в Одинцовском округе стартовал проект по организации площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов «Мегабак». Где размещены площадки и что там принимают? Об этом мы сегодня поговорим с заместителем главы муниципалитета Михаилом Владимировичем Каратаевым. Здравствуйте, Михаил Владимирович! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что же такое «Мегабак»? Что это за проект? Каковы его основные цели? Проект «Мегабак» организован правительством Московской области. Он ставит собой цель организовать раздельный сбор мусора в части крупногабаритных отходов. Это проект, который внедряется на территории 11 округов в пилотном режиме, в пилотах, в том числе Одинцовский округ. На нашей территории мы организуем 4 площадки. Две в Одинцово, одну в Звенигороде и одну в Кубинке, в деревне Чуприкова. Соответственно, на этих площадках будут установлены специальные емкости для приема от населения крупногабаритного мусора. Крупногабаритный мусор у нас является отходом, который образуется в ходе жизнедеятельности. Не является строительным мусором крупногабаритным. Для строительного мусора необходимо отдельно заказывать баки. А здесь будут приниматься отходы именно крупногабаритные, которые образуются в ходе обычной жизни. То есть это мебель, стекло, текстиль, одеяло, подушки, батарейки, как это ни странно. Опять же, у нас на мегабаке будут стоять 3 больших бака и 2 синих бака под пластик и отходы, которые можно подвергать повторной переработке. В основном мы ожидаем, что жители начнут туда свозить старую мебель, потому что у нас в Одинцово очень много старой мебели есть на контейнерных площадках. Сейчас собирает с контейнерных площадок оператор. Соответственно, для того, чтобы не образовывались эти навалы внутри наших населенных пунктов, мы организовали эти мегабаки. То есть мегабаки для того, чтобы меньше мусора вывозить или чтобы наладить производство вторсырья? Мегабаки, они для того, чтобы организовать цивилизованный сбор крупногабаритных отходов. Для того, чтобы эти отходы не валялись рядом с контейнерными площадками, не создавали дискомфорта жителям, а качественно и в первую очередь грамотно сортировались первично при приеме. На этих площадках будут дежурить волонтеры. Волонтеры будут разъяснять жителям, какие отходы к каким относятся и помогать сортировать отход прямо на месте. Ну, то есть, если это мебель, это в один бак, если это текстиль, это в другой бак, если это стекло, то это третий бак. И, соответственно, батарейки это отдельно, и пластика это отдельно. Жители этими баками могут воспользоваться бесплатно или на месте что-то нужно будет оплачивать? Это абсолютно бесплатно, то есть, это не требует каких-либо дополнительных оплат. Единственное, что нужно, это жителю необходимо привезти свой крупногабаритный мусор на эти площадки. Повторюсь, в Одинцово у нас две площадки. Это на транспортном проезде 33 и на зеленой 32. Вот там будут дежурить волонтеры, и, соответственно, силами волонтеров мы сможем помочь жителю как понять, какой отход складывать в какой бак, так и загрузить их в сами баки. Я так понимаю, что в некоторых муниципалитетах Подмосковья этот проект уже запущен некоторое время назад. Вот показал он положительные результаты? Да, проект запущен, проект показывает хорошие результаты, и поэтому правительство Московской области решило его дальше масштабировать. Куда отходы, собранные на этих площадках, будут отправляться в дальнейшем? Все жители, когда не могут разделить мусор, говорят, да, чего там разделять, все равно потом на свалку в одно место отвезут. Здесь так не будет? Нет, в обязательном порядке все отходы отвозятся на комплексы по переработке отходов. В первую очередь они на этих комплексах сортируются, дополнительная сортировка еще идет. То есть, если у нас здесь всего 5 разных паков стоит, либо 6, то на комплексе по переработке отходов эти фракции еще разделяются на несколько десятков видов. Одних пластмасс у нас порядка 30 видов. Соответственно, все это разделяется, и дальше отправляется на комбинаты по вторичной переработке. Соответственно, заводы извлекают из этого какие-то вещества, если это необходимо. Если это дерево, то его можно превратить в щепу и сделать из него фанеру, либо бумагу. Соответственно, здесь уже это уже становится сырьем, из которого можно что-то сделать полезное. То есть, это становится не мусором, а первичным сырьем для того, чтобы получилось еще раз изделие, да, изделие, которым дали вторую жизнь. И, в общем-то, вот оно, да, ответственное отношение к отходам, которые мы каждый день производим просто в огромном количестве. А вот как будете контролировать, действительно ли эти отходы отправились туда, куда должны были отправиться? У нас контроль осуществляется правительством, то есть работу всех сортировочных пунктов контролирует правительство Московской области. На каждом пункте есть видеонаблюдение, есть контрольно-пропускной режим. Вот, соответственно, есть заводы, с которыми имеются контракты на то, чтобы они принимали эти отходы. Вот, сырье уже в данном случае получается. И это сырье, оно дальше ими используется в производстве, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы это сырье к ним поступало. В Одинцовском округе была проделана большая работа по приведению контейнерных площадок к единому стандарту. Вот есть ли стандарт для мегабаков? Да, для мегабаков утвержден стандарт. Это, в первую очередь, установка трех больших баков, двух синих баков и нескольких химкостей для накопления батареек. Потому что их батарейки – это отдельный отход, который является очень долго разлагающимся отходом. Вот, и батарейки необходимо отдельно сортировать и складывать для того, чтобы их можно было отправить, но также на переработку. Вот, также у нас на мегабаках будет прием бытовой техники. Ну, ни для кого не секрет, что старая бытовая техника, она представляет из себя сложное сплетение различных материалов, металлов, и в том числе, которые могут быть вторично использованы. Вот, соответственно, компьютерная техника также имеет в своем составе как металлы, так и пластмассы. Вот, они тоже будут приниматься и перерабатываться вторично, потому что данные виды отходов, они могут быть повторно использованы. А есть ли какой-то стандарт вывоза отходов с этих контейнерных площадок от мегабаков и по мере наполняемости, или есть какой-то график? По мере наполняемости будут вывозиться баки, пока мы планируем посмотреть, какая будет активность. Вот, повторюсь, там постоянно будет дежурить волонтер, соответственно, данный специалист сможет помочь определить, когда бак уже поднакопился, и вызвать машину для его вывоза. Вывоз данных отходов не требует какой-либо специальной методики, то есть это обычный бытовой мусор, который не имеет какой-то токсичной опасности. Вот, соответственно, просто накрывается тентом и вывозится на ближайшее КПО. А кто будет работать волонтерами на этих площадках? Кто эти люди? Это наши с вами соседи, граждане. Которые освоили раздельный сбор. Да, активные граждане. В основном это молодежь, и это радует, что молодежь активно откликнулась на данный позыв и принимает активное участие. И со своей стороны могу сказать, что те жители, которые первыми приедут на наши площадки, также получат от нас небольшие сувениры в виде маек, бейсболок, различные сумки. То есть мы уже заказали, так сказать, сувенирную продукцию, и вручать будем их тем, кто откроет эту, надеюсь, хорошую и длинную традицию. Ну, раздельный сбор у нас внедряется уже с января 2019 года. Вот как-то меняется отношение людей к этому? Сначала тяжеловато начиналось, потому что, ну, людям не всегда хочется тратить время на разделение отходов. Вот тенденция меняется? Больше людей присоединяются к раздельному сбору? На самом деле люди начали даже уже требовать раздельный сбор. Сегодня вот буквально был у нас личный прием в правительстве Московской области. Он был в режиме аудиоконференции. И житель одной из деревень, она заявляла требование, чтобы в обязательном порядке в них также установили синие баки для раздельного сбора мусора. То есть, первое, жители поняли, что такое раздельный сбор мусора. Жители начали этим заниматься. И третье, они хотят это расширять. То есть, те, кто уже имеет возможность разделять, они это делают. А те, кто планирует, они уже просят, чтобы им добавили баки. И на самом деле количество баков в синих, которые мы изначально расставили, оно уже почти выросло в два раза по сравнению с тем, что было в начале. То есть, у нас в начале было порядка тысячи баков, сейчас уже под две тысячи баков в синих поставлены для того, чтобы собирать раздельный мусор. А вот, скажем так, культура раздельного сбора у наших жителей на достаточном уровне? Или вот, может быть, какие-то просветительские мероприятия не были бы лишними? На самом деле у нас есть два нюанса. Первое, к сожалению, еще есть случаи, когда в синие баки бросают отходы, для этого не предназначены так называемые мокрые отходы. То есть, обычный пакет с обычным собранным мусором просто бросается в синий бак. То есть, идет загрязнение самого бака уже теми отходами, для которых он не предназначен. А вот вторая история, это то, что сам уже разделенный мусор, он представляет из себя достаточно сложную историю. Ну, я всегда привожу пример, вот упаковка Тетропак. Ну, кажется, это упаковка. И кажется, ее бы надо бы, наверное, сортировать. Но, к сожалению, это очень сложно обрабатываемая вещь. То есть, она состоит обычно из 7, а иногда до 11 слоев различных материалов, включая алюминий, пластик, картон, краска и различные смолы. Соответственно, данный отход, он требует специализированной обработки. И еще он загрязнен органикой. То есть, внутри там остаток либо сока, либо молока, либо еще чего-то. Вот, соответственно, с одной стороны кажется, что это вторично обработать можно. С другой стороны, пока в большинстве случаев это скорее сырой отход, нежели сухой, который можно размещать в баке. Ну, то же самое там, к примеру, упаковки тортов. Ну, очень часто там кусочек торта в ней остается и бросается в синий бак. Получается, мы органикой загрязняем уже сухой мусор. Хотя в целом начинание-то, в общем-то, было хорошего человека. В целом человек осознанно выкидывал в бак, для этого предназначен. Есть нюансы, мы ведем для этого, конечно, просветительскую работу. И вы правильно сказали, прошло всего полтора года. То есть, мы полтора года назад еще даже не знали о том, что можно и нужно разделять мусор. А сейчас мы уже этим занимаемся, занимаемся осознанно. Хочется сказать спасибо за это жителям, которые осознанно тратят на это свое время. Но это время, время вкладывается в будущее, в наших детей, в нашу страну, в нашу планету, которая благодаря нашим усилиям будет меньше подвергаться антропогенному воздействию деятельности человека. А говорят дети, к тому же очень увлеченно занимаются раздельным сбором вместе с родителями. Это опрос людей недавно на улице показал. Можно ли рассчитывать на то, что площадок мегабака станет больше? Сейчас их четыре. Мы смотрим, как будет работать этот эксперимент. Конечно, мы будем отвечать на запросы жителей. Основная сложность это в том, что данная площадка требует удаленности от населенных, от домов. И второе, на ней постоянно присутствуют люди, то есть это дополнительный персонал, который необходимо привлекать. Волонтеры, конечно, они молодцы, спасибо, но это, опять же повторюсь, им надо где-то находиться. Их необходимо привезти, увезти, накормить. Соответственно, это тоже дополнительные затраты, на которые мы сейчас идем, именно для того, чтобы запустить эту машину, эту процедуру. А дальше будем уже смотреть, как она будет работать, где-то что-то подкручивать, редактировать. И надеюсь, что мы сможем найти тот удобный формат и местоположения, и доступности, и времени работы. Потому что сейчас, пока у нас запланирован, что мегабак будет работать с 9 до 6 часов и в воскресенье выходной. Опять же, повторюсь, мы запускаем пилот, соответственно, смотрим на то, как это лучше. Может быть, мы сделаем там какой-то другой график, может быть, сместим это в какие-то другие часы. Поэтому здесь... Ну, тут только практика. Да, пока только практика нам сможет показать. Может быть, надо больше баков, может быть, надо будет не 5, не 6, а 9. Ну, то есть здесь будем смотреть. Может быть, баки будут наполняться не за день, не за два, а за полдня. Тогда будем добавлять частоту вывоза. Ну, надо отрегулировать. Так же, как мы регулировали вот с контейнерными площадками. Мы же тоже очень долго искали баланс, чтобы и контейнеров было достаточно, и вывозить можно было вовремя. И в то же время, чтобы это не занимало слишком большую площадь. То есть здесь тоже проблема была в том, что достаточно большой объем перераспределения самого мусора произошел после внедрения уже реформы. То есть если раньше там мусор вывозился в одном формате, то теперь это все делается централизованно. Это уже стало коммунальной услугой. И эта коммунальная услуга, она, повторюсь, очень молодая. А когда что-то молодое, оно, как говорится, требует времени на наладку. И это время, оно, поверьте, не зря. Спасибо большое, Михаил Владимирович, что пришли к нам сегодня в студию. А на самом деле люди, которые уже перешли на раздельный сбор отходов, говорят, что тут стоит только начать, а потом втягиваешься так, что остановиться невозможно. Присоединяйтесь. Спасибо, что провели свое свободное время. А вместе с нами до новых встреч на ОТВ. Присоединяйтесь.